Книга «Открытым оком», том 16, тема «Вера», вопрос 3056. В одном месте Библии говорится, что нет праведного ни одного, а в других речь идет о праведниках. Кто же такие праведники, и есть ли они сейчас, где, или нет их вовсе? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Библия постоянно показывает состояние двух природ в человеке. Первая – от созданного Адама до его согрешения. Она богоподобна и бессмертна, и вот такая душа по природе создания есть христианка. Премудрость Соломона 2, 23-24. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его. Римлянам 3, 10. Как написано, нет праведного ни одного. А по природе после грехопадения душа продана греху и нечиста. Книга Иова, 14-4. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Книга Исаия, 64-6. Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер уносят нас. Иисус Христос, истинный Бог, сошел на землю, воплотился через Деву Марию и взял на себя наши грехи, чтобы ответить за них и скупить нас. 1 Коринфянам 6, 11. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 Иоанна, 1, 7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Коринфянам, 1, 30. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Титул 3, 5. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости банью возрождения и обновления Святым Духом.